Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И пройти обследование у врачей разного профиля. В Самаре прошел День здоровья. Не все то золото, что блестит. В самарском аэропорту задержали пассажира, который нелегально пытался ввести в нашу страну золотые часы с бриллиантом. Как идет прививочная кампания против гриппа в самарских поликлиниках? И что нужно делать для того, чтобы привлечь клиентов в развивающийся бизнес? О чем пишут в телеграм-каналах администрации и профильных ведомств. Тепло в объекты социальной сферы должно поступить уже в ближайшее время. Такое распоряжение дал вице-мэр Владимир Василенко. Несмотря на высокие дневные температуры, ночами прохладно, а дожди создают влажность, при которой некомфортно тем, кто находится в учреждениях круглосуточного пребывания. Когда потепляют батареи в жилых домах – в нашем сюжете. На территории Самары 10195 многоквартирных домов. Из них 8374 здания с центральным отоплением. Остальные с индивидуальным. В системе ГИС ЖКХ на сегодня размещено 9664 паспорта готовности. Это 94,8% всех жилых домов. Об этом говорили на совещании в мэрии. В 13 домах, два из них расположены в железнодорожном районе и 11 в Самарском, фонд капремонта проводит работы по ремонту системы отопления. Их планируют завершить 20 сентября. Что касается социальной сферы, то к ней относятся 662 здания. Все они готовы к подаче тепла. В том числе 408 объектов образования, 39 спортивных объектов и 143 объекта культуры. По распоряжению вице-мэра Владимира Василенко, тепло в больнице и другие учреждения, где люди находятся круглосуточно, нужно подавать незамедлительно. Уповать на то, что у нас сегодня будет 26 или 28 градусов, это ни о чем, потому что завтра мы провалимся на 22, а потом она будет на 18, то есть, а потом она будет гулять температуру. Сейчас, в ночное время, вот эта дождь, которая у нас есть, и сырая погода, она дает некомфортную территорию, там, где пребывают люди с круглосуточным режимом содержания. Это больницы, дома ребенка. В данной ситуации, в первую очередь, мы должны добиться, чтобы были включения. Работа по перекладкам в Самаре близится к завершению. В этом году запланировано переложить 5397 погонных метров. Изначально в планах были работы на 12 участках, но затем в работу взяли еще 8 дополнительных. То, что касается 12 участков, которые основны в постановлении, по 8 участкам монтажная схема собрана в полном объеме, по 4 участкам это солнечное аэродромное Кирово и Московское шоссе. На сегодняшний момент работы ведутся по перебрезке, именно во втором шоссе это переход Московского шоссе. На теплоснабжение данные участки не влияют, там собраны резервные схемы. По дополнительным 8 участкам работы также ведутся. Монтажные схемы собраны, готовность порядка 75%. Окончание работ запланировано на 25 сентября. Виктория Шара и Василий Калдашов. События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная», которая станет последней на первой ветке городской подземки. В частности, в районе скверов, прилегающих к театру оперы и балета, сейчас ведется вынос инженерных коммуникаций, сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Работы проведут и на газовой магистрали. Напомню, в связи с возведением нового объекта движения по улице Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской, где будет располагаться новая станция метро, временно закрыта. Кроме того, предстоит введение временной схемы организации движения и по другим улицам, например, по улице Новосадовой в районе улиц Первомайской и Полевой. Региональный заказчик администрации Самары, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, просит жителей областного центра отнестись с пониманием к временным неудобствам. Все делается для будущего комфорта самарцев. Наш город – один из самых крупных в Поволжье. И порой жителям отдаленных районов требуется не один час, чтобы добраться до исторического и культурного центра областной столицы. После завершения строительства на это потребуется порядка 20-25 минут. Интервал движения поездов метрополитена по достроенной ветке сократится с 12-15 минут до 5-8. В непосредственной близости от Дворца ветеранов есть станция метро «Спортивная». Поэтому наши услуги станут более доступны, более востребованы. И, конечно, этого события ждут. Кроме того, вы знаете, город, в котором комфортно всем – это очень хороший город. Очень важно, чтобы пожилым людям было комфортно и удобно добираться на премьеры в театр, иметь возможность сходить, прогуляться по набережной. Это очень важно. Тем более, что, выйдя на пенсию, человек имеет возможность в свое время посвятить таким приятным занятиям. Поэтому все высказывают свое мнение о том, что да, нужно, и ждут этого события с нетерпением. До 30 градусов днем и до 15 ночью в Самару вновь пришло лето. Как долго продлится жаркая погода, какой будет осень, и стоит ли ненадолго убрать теплые куртки обратно в шкаф, выяснила Александра Гусева. Сегодня даже не верится, что еще пару дней назад самарцы готовились к длительным холодам. В начале сентября лето будто бы выключили. Среднесуточные температуры были ниже нормы – в среднем на 7 градусов. Такие резкие погодные изменения не слишком понравились жителям города. Ведь в начале осени многие занимаются активным сбором урожая и по-прежнему выезжают на природу, чтобы отдохнуть от городской суеты. Казалось, в области уже установилась стабильно холодная осенняя погода. Но в конце прошлой недели внезапно переменчивая осень решила порадовать жителей нашего города летним теплом. В выходные дни у нас по территории потеплело, скажем так, на 4-6 градусов выше нормы температуры были. В дневные часы воздух хорошо уже прогревался, и до конца этой недели мы тоже относительно теплую погоду ожидаем. Единственное, что немножко будет впечатление бабьего лета портить дожди припадающие. По прогнозам синоптиков, хорошая погода порадует нас еще как минимум неделю. Ночи обещают быть теплыми – от 9 до 15 градусов. А в дневные часы температура воздуха будет подниматься до 19-24 градусов, что считается довольно высокой температурой для текущего периода. Единственное, что может слегка омрачить настроение горожан – кратковременные дожди и грозы. Классического бабьего лета, к сожалению, в этом году ждать не приходится, отмечают эксперты. Впрочем, с Амарцем и такая погода вполне по душе. У нас в Самаре сентябрь вообще замечательно всегда. И октябрь хороший, золотой сентябрь. Бабьи леты же должны быть. Ну, две недели будет. Ну, надеюсь, бабьи леты продлиться. А осень – самая хорошая, когда золотая осень. Тогда осень. А пока еще начало, еще не почувствовали. Восхищение ее. Несмотря на то, что первая половина сентября была аномально холодной, горожане все еще надеются погреться в лучах теплого солнца. И не зря. Ведь погода в конце сентября придет в свою климатическую норму. И наступит долгожданная багряная пора и настоящий бархатный сезон. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События. В Самаре прошел День здоровья. В загородном парке горожане могли пройти бесплатное обследование и получить консультации медиков. Также самарцам предлагали прослушать лекции врачей и заняться спортом с инструкторами. Тему продолжит Светлана Тимофеева. В воскресенье в загородном парке было многолюдно. В Самаре прошел День здоровья. Горожане могли обратиться за консультацией и пройти обследование у врачей самого разного профиля. Работаем на здоровление людей. На данный момент там доктор смотрит ЭКГ с четырьмя отведениями. Лично я провожу глюкозу, холестерин, объем легких девушек измеряют, рост вес. Собственно говоря, все, что для центра здоровья и требуется. Эта идея очень хорошая. Я знаю, что по Москве, здоровая Москва, есть программа. Поэтому Самара, когда поддерживает такие начинания, конечно, это здорово. На территории парка разместились павильоны, а также передвижные лаборатории. Люди обращались к маммологу, могли сделать рентген, проконсультироваться с окулистом и онкологом. Также желающим читали лекции о здоровье. Здесь у нас проходит анкетирование по поводу рака предстательной железы, рака легкого и толстого кишечника. Люди отвечают на вопросы. И если количество ответов «да» превышает больше определенных единиц, которые указаны в анкете, соответственно, человеку стоит задуматься о том, что необходимо обратиться к профильному специалисту. Заряд бодрости и энергии предлагалось получить на занятиях фитнесом и скандинавской ходьбе. Ходьба, она много что дает. Она, в первую очередь, здоровье дает. И радость, и удовольствие, и настроение, и единомышленников, и друзей, и дружбы. Очень много дает. Все услуги медиков и спортивных инструкторов предоставлялись бесплатно. Кроме того, если человек заполнял паспорт здоровья, то ему вручался подарок. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Швейцария приостановила упрощенный режим выдачи виз россиянам. Теперь будут применяться общие условия въезда в шенгенскую зону. А с жителями России будут обращаться так же, как с гражданами других стран, которые не имеют специальных соглашений со Швейцарией. Отныне необходимы документы, подтверждающие цель поездки. Они определены в общем шенгенском списке. Напомним, ранее, 13 сентября, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали принимать от россиян документы на оформление туристических виз. Далее коротко о других темах дня. В Самарском аэропорту Курумыч задержали три рейса. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. Так, борт 1217 должен был отправиться в Москву в 6.35. Но рейс сместили на более позднее время, на 11.45. Также задержали рейс 63.93 до Анталии. Лайнер должен был отправиться в путь в 3.35. В итоге самолет вылетел в 12.30. Кроме того, было сдвинуто время вылета с 14.40 на 15.20 самолет до Еревана. Рейс 13.55. Со следующего месяца, 17 октября, отменят летние электрички, которые курсируют между областным центром и Курумычем. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. Речь идет о поездах 63.32, 63.31 с отправлением из Самары в 6.54 и 63.34, 63.33 с отправлением из Курумыча в 12.01. В Самарском аэропорту пассажир пытался нелегально ввести золотые часы с бриллиантами. Попытку пресекли самарские таможенники. Они проверили пассажира, который прибыл из Объединенных Арабских Эмиратов. При себе у него находились люксовые часы известного бренда. Экспертиза показала, что для изготовления использовалось золото 750-й пробы, сапфировое стекло и бриллианты. Владелец пояснил, что это подарок. Стоимость аксессуара составляет 6 миллионов рублей или 30 тысяч долларов. Без уплаты пошлины гражданам разрешено ввозить товары, цена которых не превышает 10 тысяч евро. В Самарской области иномарка вылетела в кирпичный забор. Один человек погиб. ДТП произошло в городе Октябрьск. 36-летний водитель автомобиля «Лифан» двигался по улице Держинского со стороны улицы Кирова в сторону переулка Кирпичной. В районе дома номер 22 под Держинского по невыясненным причинам иномарка врезалась в кирпичный забор. Водитель легковушки в результате происшествия погиб на месте. 15-летнюю пассажирку с травмами увезли в больницу, сообщает ГУМВД России по Самарской области. С 21 по 23 сентября в Самаре пройдут плановые отключения холодной воды. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании. Без холодного водоснабжения останутся дома по улицам Обувная 2, 4-й проезд 3А, Запорожская 13, 19, а также ближайшие к этим адресам многоквартирные дома. Информация о плановых работах и отключаемых от водоснабжения адресах предварительная. В течение недели список работ будет скорректирован. Точные данные диспетчерская служба всегда передает в управляющие компании и администрацию. 53% россиян стали больше работать за последние годы. В сравнении с 1992 годом показатель вырос почти в полтора раза. В большей степени на интенсивность занятости влияет возраст. Среди молодежи до 24 лет работать больше стали 76%. В возрастной категории от 25 до 34 лет 69%. Также 38% работающих граждан сообщили, что сегодня рабочее место их устраивает больше, чем пару лет назад. Несмотря на увеличение интенсивности занятости, за 30 лет россияне стали почти вдвое чаще говорить о том, что у них появилось больше свободного времени. Это отметили почти половина россиян старше 60 лет. На занятость влияют и другие факторы. Например, учеба. Среди учащихся россиян отмечается максимальный процент тех, у кого свободного времени стало меньше. Рождение детей тоже делает человека более занятым. 55% находящихся в декретном отпуске отметили, что им стало не хватать свободного времени. В Самаре прошел пятый фестиваль духовной хоровой музыки «Божий глаз». На открытой площадке Свято-Воскресенского мужского монастыря собрались коллективы не только из городов Самарского региона. В этом году фестиваль вышел на всероссийский уровень и принимал гостей из Москвы и Челябинска. Подробности далее. С самого утра на площадке Свято-Воскресенского мужского монастыря звучали звонкие детские голоса. Там проходил фестиваль духовной хоровой музыки «Божий глаз». Открыл голоконцерт мужской губернский хор «София». Это уже пятый фестиваль духовной хоровой музыки. В этом году он вышел на всероссийский уровень. Большую концертную программу открыл победитель международных конкурсов «Детский хор из Москвы. Весна». В нашем хоре вообще это основа репертуара. Духовная музыка, народная, классическая. На этом воспитываются души детей. Это самое главное, зачем мы поем. Еще одним почетным гостем фестиваля стала капелла из Челябинска «Созвучие». Я чувствую какое-то воодушевление, то есть как-то душа раскрывается, как бы она вместе с тобой поет и как бы прям пронизывает тебя всего. Еще в самом начале своего пути фестиваль был задуман митрополитом, владыкой Сергием и некоммерческим фондом «Детский епархиальный образовательный центр». Как проект, который мог бы собрать в одном месте все детские хоровые коллективы духовно-просветительских центров, воскресных школ и других образовательных учреждений Самарской области. До этого времени в нашем регионе фестивали духовной хоровой музыки не проводились. Я думаю, что детей сегодня как никогда нужно закладывать в начало божественное. Тогда они будут себя хранить в Боге и с Богом. «Если человек найдет Бога в самом себе, если он отобразит себя через раскрытие своего внутреннего духовного потенциала, значит он состоялся для этого мира и для Царства Небесного». Всего на фестивальной площадке собрались более 600 детей. После завершения концертной программы коллективам вручили памятные статуэтки. А еще в качестве угощения для участников приготовили солдатскую кашу. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. 18-й Всероссийский день бега Кросснаций прошел в минувшие выходные. Забег ежегодно проводится по всей России в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» – национального проекта «Демография». Это один из самых масштабных проектов по количеству участников и географическому охвату. Сколько любителей бега приняли участие в Кроссе в этом году – в нашем сюжете. Около 10 тысяч поклонников активного и здорового образа жизни вышли в этом году для участия в Кроссе нации. В Самарской области забеги прошли на территории всех муниципальных районов и городских округов. Более 4 тысячи человек собрались возле стадиона «Самара-арена». В этом году Кросснаций впервые проходил там. Обычно любители бега соревнуются на лыжной базе «Чайка». На этот раз место было изменено из-за строительства лыжероллерной трассы. Мы стоим на фоне строящегося в рамках национального проекта футбольного «Крытого манежа». И это, наверное, главный показатель того, что сегодня и Российская Федерация президента нашей страны, и губернатор Самарского области Дмитриевич Азаров уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры, созданию условий для занятий граждан нашего региона, занятий физической культуры и спорта. Каждый участник забега мог выбрать свою дистанцию от 1 до 12 километров в зависимости от возраста и уровня физической подготовки. В массовом забеге на 2022 метр без учета времени могли принять участие все желающие. Ирина Чугунова рассказывает, в забеге участвовал впервые. На спортивном празднике очень понравилась атмосфера. Мы участвуем первый раз, но мы решили поддержать. Я считаю, что это очень важное мероприятие, потому что, во-первых, спорт – это жизнь. Во-вторых, это очень хорошее внешкольное мероприятие, что надо поддерживать подобную альтернативу. Все участники кросса нации по традиции получили майки с символикой спортивного праздника. А лучшие бегуны в своих возрастных группах были отмечены кубками, грамотами, медалями и памятными призами. Светлана Тимофеева, Виктория Шара. События. Баскетбольный клуб «Самара» провел два контрольных матча в Казани против «Уникса». Свой первый домашний матч сезона «Лада» принимала «Металлург», у которого неделю назад тольяттинцы выиграли в гостях. Хоккеисты ЦСК ВВС на домашнем поле в Самаре встретились с челнами, а «Ладья» в воскресенье 18 сентября проиграла в Магнитогорске. Стальным лисом. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». 16 и 17 сентября баскетбольный клуб «Самара» провел два контрольных матча в Казани против «Уникса», одного из будущих соперников поединой Лиги ВТВ. В первом сильнее были казанцы 56-67. Самым результативным в составе «Самарцев» стал Юрий Умрихин, набравший 14 очков. Во втором основное время встречи завершилось в ничью 62-62. И по договоренности команд овертайм решено было не играть. Самыми результативными в составе «Самарцев» стали Кейси Риверс, набравший 15 очков, Айзай Рис, у которого 11 очков и 7 передач. Следующей проверкой для нашей команды станет домашний кубок «Приматова», который состоится 23-24 сентября. Свой первый домашний матч сезона «Лада» принимала «Металлург», у которого неделю назад тольяттинцы выиграли в гостях 4-1. Гости открыли счет на 14-й минуте после точного броска Ильи Авраменко. Волжане смогли отыграться в середине матча, когда Никита Анаховский завершил штурм ворот Сибиряков точным броском, также в большинстве 1-1. Во втором периоде хозяева много атаковали, чему поспособствовали 4 удаления у гостей. Нанесли 19 бросков в створ ворот Владислава Сухачева, но больше не преуспели. В третьем периоде игра шла на встречных курсах. В его концовке хозяева получили численное преимущество, но не реализовали его. Судьба матча решалась в серии булитов. Здесь гости оказались точнее, реализовав два броска 1-2. Победа Металлурга. В воскресенье 18 сентября хоккеисты ЦСК ВВС на домашнем поле в Самаре встретились с Челнами из набережных Челнов. Первый период закончился превосходством летчиков 2-1. В конце второго периода Челнинцы сравняли счет 2-2. В третьем периоде голов не было. Овертайм также не выявил победителя. В итоге по серии булитов самарцы победили 3-2. В воскресенье 18 сентября ладья проиграла в Магнитогорске Стальным Лисом. В первом периоде ладья ни в чем не уступала Стальным Лисом, а Александру Захарину в одном из эпизодов не хватило точности, чтобы открыть счет. После его броска шайба попала в штангу. Уверенно начали тольяттинцы и второй период, имея возможность для взятия ворот. Но не реализовав их, волжане пропустили, а к середине матча хозяева забросили еще две шайбы в ворота Даниила Захарова 3-0. После этого места в воротах ладьи занял Данила Овчарик, но и он вскоре пропустил шайбу от уральцев. В третьем периоде Захарин отыграл шайбу, но уральцы в итоге довели счет до крупного. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В телеграм-канале Департамента опеки, побечительства и социальной поддержки информируют граждан о том, что в поликлиниках Самары идет активная прививочная кампания против гриппа. Процедура занимает всего несколько минут, а иммунитет сохраняется до следующей осени. Здесь же дают рекомендации, как избежать заражения и что делать, если вы все же заболели. Если вы находитесь в группе высокого риска и обнаружили симптомы гриппа, высокую температуру, диарею, рвоту, озноб, боли в мышцах и горле, лучше не заниматься самолечением и как можно быстрее обратиться к врачу. Также необходимо сократить до минимума или вовсе избегать контактов с другими людьми, чтобы их не заразить. На вопрос, как пройти испытательный срок на новой работе отвечает в телеграм-канале Кировского района Самары и напоминает, он устанавливается в трудовом договоре по соглашению сторон. За это время работодатель проверяет профессиональные навыки нового сотрудника. Испытательный срок не устанавливается беременным женщинам и мамам с детьми до полутора лет, несовершеннолетним, работникам, которые устраиваются на срок менее двух месяцев, специалистам, завершившим учебу по договору с работодателем, а также работникам, избранным на выборную должность с оговоренной оплатой труда. Также, если условия об испытании не прописаны в договоре, это значит, что работник принят на должность без испытательного срока. Новый онлайн-курс для самозанятых «Клиентский сервис. Привлечь и удержать» рекомендует пройти в телеграм-канале администрации Красноглинского района. Он пройдет 26 и 27 сентября. Темой двухдневного онлайн-обучения станет «Клиентский сервис». Мастер-классы от ведущих экспертов в сфере предпринимательства будут посвящены основным аспектам взаимодействия с клиентской аудиторией. Можно будет узнать, какие инструменты позволяют повысить средний чек. С подробной программой курса можно ознакомиться по опубликованной в телеграм-канале ссылке. Как получить микрозайм по программе господдержки для самозанятых в Самарской области рассказывают в телеграм-канале Октябрьского района. На поддержание и развитие своего дела можно взять до 500 тысяч рублей. До конца этого года самозанятые региона смогут получить микрозайм под 1% годовых. Для этого нужно быть официально зарегистрированным самозанятым, то есть стоять на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика, предоставить в качестве обеспечения движимое или недвижимое имущество, в том числе приобретаемое за счет средств микрозайма в размере не менее 50% от суммы. Максимальный срок, на который предоставляется микрозайм – 2 года. Самараги запустила новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, используете ли вы смайлики в переписке. 60% опрошенных сказали, что используют их нерегулярно и чаще всего по настроению. 28% стараются ставить их часто и как можно больше. 8% равнодушных к смайлам и 5% опрошенных оставили свои варианты ответов. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самарыгис, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!